Меня зовут Александр Филиппов. Я сделаю небольшую презентацию по Expedition AMS и System Vision Cloud. И также извлечение паразитных параметров. Первое – это представление Expedition AMS. Но для начала поговорим о проблемах. Существуют различные проблемы, которые возникают при проектировании сложных электронных систем. Соответственно, первое, что у нас появляется, требования к проектам становятся более комплексными. Соответственно, их труднее удовлетворить. Второе – это слияние нескольких дисциплин. То есть внутри одной, например, той же печатной платы могут одновременно присутствовать цифровая часть, аналоговая часть, софт, механика, соединение и так далее и тому подобное. Соответственно, необходимо, чтобы все это вместе работало. И, соответственно, все это необходимо заранее проверить, а не проверять уже на прототипе, который был изготовлен, и где непонятно зачастую бывает, в чем заключается проблема, в какой части. Ну и опять же, слияние нескольких дисциплин нам нужно для того, чтобы создать цифровой двойник. То есть конечные устройства, которые будут имитировать работу реального устройства, которого еще и нет в реальном мире. Ну и дополнительные задачи, которые мы решаем, то есть это оптимизация разработки. Опять же, оптимизация касается нескольких дисциплин, которые нам необходимо выполнить. Соответственно, есть экспедишн АМС. Это фактически виртуальная среда, где мы можем работать в виртуальной лаборатории. Работа производится во множестве дисциплин. Соответственно, можно моделировать электронику, в том числе включая датчики, механические устройства, приводы и тому подобное. Это единое решение. Соответственно, в данном случае мы можем создать, например, прототип полной печатной платы с учетом всех ее характеристик реальных. Ну и значение, которое мы добиваемся, это, соответственно, проверка требований, интеграции и ранее тестирования с помощью виртуального прототипа, чтобы как можно раньше увидеть, какие возможные проблемы в разрабатываемом устройстве у нас есть. И чем раньше мы их увидим и устраним, тем меньше мы времени, в конечном случае, потратим и меньше денег. Соответственно, второе – это уменьшение цены, улучшение выхода годных через анализ допустимого предела конструкции и чувствительности. Здесь тоже интересный момент. То есть еще не имея физического устройства, мы можете уже поиграть с параметрами. И самое главное, что вы можете понять, от каких конкретно параметров зависит работоспособность конечного устройства, и на них обратить внимание. Вы можете, используя виртуальный прототип, так сказать, заложиться, то есть сделать такой запас надежности в разрабатываемом устройстве, что даже в случае, если при изготовлении его произойдет какое-то нарушение, например, технологического процесса и так далее, идут какие-то параметры, все равно в результате ваше устройство останется работоспособным. Если же вы это будете делать на так называемом рабочем прототипе, может получиться такая интересная вещь. Вы взяли, сделали прототип, и вот все так хорошо сложилось, что у вас все элементы, на которых построено ваше устройство, оказались с наилучшими характеристиками. И у вас все заработало. Вы довольны, дальше передали в серию, а дальше через одно изделие выясняется, что у вас половина не работает. Почему? Потому что в данном случае вы находились на неком граничном случае, и если у вас все сложилось хорошо, он работает, а если сложилось не очень хорошо, то в этом случае он перестает работать. И все, вы потратили время, вы потратили деньги, и далее начинаете на поздних циклах уже пытаться найти, где же у вас на самом деле существует эта проблема. Ну и, соответственно, последнее, чем мы добиваемся, это быстрое время выхода на рынок и меньший риск за счет сбора и повторного использования знаний, которые мы использовали для проектирования на предыдущих, например, проектах. Экспедишн и АМС – это не только SPICE. В данном случае окружение, которое позволяет моделировать как аналоговые элементы, так и смешанные, со смешанными сигналами, аналого-цифровые, например, также можно моделировать с использованием смешанных технологий. То есть тогда, когда у вас одновременно существуют какие-нибудь, например, электромеханические устройства и тому подобные вещи, электротепловые. То есть тогда, когда у вас смешанная технология, у вас есть напряжение, например, которое преобразуется на перемещение привода. И наоборот, привод перемещается, у вас напряжение изменяется. У вас нагревается датчик, значит, соответственно, напряжение об этом изменении должно передаться уже на контроллер и так далее. То есть все вот эти вот вещи вы можете проанализировать, используя экспедишн и АМС. Экспедишн и АМС эффективен на множестве уровней абстракции. Поддерживаются стандартные языки SPICE и вещдель АМС. И это единый маршрут разработки схемы для моделирования и для топологии печатных плат. Я заострю на этом моменте ваше внимание. Почему? Потому что, например, берем стандартный вариант. Взяли вы PSPICE, промоделировали. Но PSPICE в данном случае схема под моделирование в PSPICE и схема, которая пойдет в топологию печатной платы, они разные. И были уже конкретные примеры, когда, например, фирма, тестирующая экспедишн и АМС, взяла работоспособный якобы проект, который она в PSPICE до этого промоделировала и попробовала то же самое запустить в экспедишн и АМС. И получила отрицательный результат. Они говорят, как так? В PSPICE все работает, а вас почему-то нет. Начали разбираться. А выяснилось очень просто. В схеме под печатную плату, с которой запускался АМС, поменяли ножки на усилители всего лишь. Входы поменяли местами. И все перестало работать. Но те, кто работали в PSPICE, они, естественно, этого не увидели. Почему? Потому что у них две разных схемы. Одна в топологию пошла, а с другой они моделировали. Здесь мы работаем с одним и тем же надлистом. Соответственно, то, что мы промоделировали, то же самое у нас пошло и в печатную плату. Мехатронная система. Здесь показана некая схемка, которая показывает, из чего мехатронные системы состоят. Это цифровая часть, это аналоговая и со смешанными сигналами, это встроенное программное обеспечение, это различные датчики, приводы и неэлектрические компоненты, которые там могут присутствовать. И вы видите, в данном случае, на печатной плате все они присутствуют, а вокруг у нас еще, опять же, датчики подключены, какие-то приводы и так далее, там подобное, с чем эта печатная плата взаимодействует. Вот эту систему можно легко здесь промоделировать. Окружение Expedition AMS. Это интуитивная графическая разработка, то есть, опять же, схему мы рисуем в том же самом схемотехническом редакторе, который используется для проектирования схемы под печатную плату. Из него же мы можем сразу запускать моделирование, то есть конфигурировать моделирование и запускать. Есть различные обширные библиотеки моделей на языках, которые представлены здесь, то есть, вещдель AMS, пассии, плюс-плюс, верилок может быть. Здесь многоязыковое ядро моделирования, то есть различные языки в данном случае можете совершенно спокойно смешивать между собой и все это в комплексе моделировать. Соответственно, есть мощные средства для анализа и отображения данных, а также гибкий инструмент для моделирования. Какие здесь возможны анализы? Стандартные анализы – это рабочая точка, анализы в временной и частотной области. Далее есть дополнительные анализы – это изменение параметров, стандартный разброс параметров, чувствительность в трех вариациях, относительная, по допуску, статистическая. Далее статический анализ Монте-Карло, опять же, стандартный вариант, и худший случай. Также, с точки зрения высокой производительности оценки системы, есть оценка стресс-компонентов, есть возможность проводить эксперименты разработки, есть возможность управлять сценариями худшего случая, а также есть извлечение паразитных параметров. Большинство моделей в данном случае используются с помощью, описываются на языке в деле АМС. Это стандартный язык. Можно описывать модели систем, подсистем, плюс соединение. Можно писать многоуровневое описание. В данном случае модель – это фактически система уравнений, которая описывает, как работает система. С левой стороны вы можете увидеть, как раз на везде АМС описан двигатель по постоянному току. Можно проводить моделирование смешанных технологий. Как я уже сказал, это не только электрические, но еще и механические, тепловые и так далее. Соответственно, можно создать виртуальный прототип системы мехатроники. Библиотеки моделей. В поставку включены обширные библиотеки моделей, которые содержат модели на везде АМС и SPICE. Есть возможность импортировать дополнительные модели, в том числе, например, есть преобразователи из P-SPICE и L-T-SPICE. Соответственно, вы просто берете готовую модель, например, на P-SPICE, импортируете, она преобразовывается в модель, которую может уже моделировать и Expedition АМС. И вам ничего больше делать не нужно. Кроме того, в принципе, даже подразумевает собой, что так как Expedition АМС может служить просто оболочкой моделирования, к нему можно подключить как раз тот же P-SPICE и L-T-SPICE, если есть необходимость. Например, это бывает, возникает необходимость, если вы получили какую-то схему, которая содержит модели, которые компилированы под только L-T-SPICE или P-SPICE, и, соответственно, у вас никакого другого выхода нет, кроме как использовать уже счетное ядро сторонней фирмы. А анализ результатов, подготовку производить непосредственно в Expedition АМС. Компоненты вещдели АМС поставляются с открытым кодом. То есть это означает, что вы можете взять их, отредактировать как угодно, создать собственные модели на их основе и тому подобные вещи. Есть возможность совмещать модели вещдели АМС и SPICE. То есть тогда, когда часть модели ссылается, например, из вещдели АМС на SPICE и наоборот. Далее. Здесь у нас показана последовательность создания проекта. Соответственно, левая часть на нее нацелена с Expedition АМС. Правая часть – это реализация прототипа. В данном случае Expedition АМС дает возможность вам устранить дорогостоящие изменения проекта в части справа. То есть заранее непосредственно на первичных этапах разработки отловить всевозможные проблемы и на изготовление прототипа, например, того же самого же послать, действительно проверенный проект и с первого раза получить работающий экземпляр. Соответственно, в Expedition АМС при моделировании можно использовать специализированные инструменты верификации. Это такие, как Parasitic Extraction, Stress Detective, Worst Case Explorer, Experiment Manager. Кроме того, в Expedition АМС есть специализированная программа Application Server, которая дает вам возможность создать некую глобальную систему, в которой одновременно запускать не только Expedition АМС, а и другие сторонние приложения и все это вместе считать. То есть здесь есть клиенты для C++, для Java, LabVIEW, Simulink, System C. Следующий вопрос. Это другой вариант System Vision Cloud. На самом деле, если мы говорим об Advanced MS, это фактически тот же самый System Vision, просто его переименовали и на основе System Vision создали облачное приложение System Vision Cloud. Свободно доступная среда. То есть в данном случае вы просто заходите на указанный здесь сайт System Vision.com и далее можете просто зарегистрироваться. В результате получаете свой доступ бесплатный. И непосредственно на этом сайте можете зайти на сервер метровский в данном случае и после этого можете сразу запускать моделирование. То есть с правой стороны как раз показан вариант, как это все выглядит внутри. То есть в данном случае некий проект открыт, уже проведено моделирование, поставлены пробники, и можно увидеть, какие сигналы есть и поиграться с этим делом. Более того, поскольку это сообщество разработчиков, в случае бесплатного варианта вы входите туда, и ваши проекты будут открытыми для всех остальных пользователей. То есть и вы в том числе можете видеть то, что разработали другие пользователи. И пользоваться этими проектами. То есть вы можете открыть сначала Redon или посмотреть его. Если он вам понравился, вы можете скачать к себе, дальше его модифицировать и так далее. И таким образом обмениваться с разработчиками, в том числе своими знаниями. И они в свою очередь могут обмениться знаниями с вами. Соответственно, можно создавать, опять же, свои собственные модели на языке SPICE, на языке HDL-AMS. И так же, как в Expedition AMS, есть возможность генерировать модели из записаний. Что это означает? Вы берете data sheet на PDF, например, в ней нарисованы какие-то графики. Вы берете, выбираете этот график, и по точкам этого графика она вам генерирует модель, которая повторяет поведение этого графика. И таким образом получаете нормальную модель, если вы не можете реальную модель получить от производителя, например. Просто берете и генерируете, и она вам будет точно, согласно тому графику, который вы ей подсунули, будет выполнять соответствующие действия. Соответственно, если мы говорим о подписках, то у нас есть четыре варианта подписок. Это комьюнити, подразумевает собой публичные разработки, встроенные живые разработки. Что за зверь встроенные живые разработки? Это означает, что вы делаете некий слепок вашего проекта и можете встроить его в любой другой документ. При этом это не просто снимок экрана, который вы где-то разместили, это снимок самого проекта. То есть внутри другого документа вы можете с ним опять же работать, моделировать, анализировать и так далее и тому подобное, производить. В данном случае, если мы берем комьюнити, значит у нас нет понятия персональной разработки. То есть все ваши разработки будут доступны всем остальным пользователям этого комьюнити. Если вы являетесь менторовским пользователем, то у вас, в принципе, дает возможность создавать пять персональных разработок. Что такое персональная разработка? Это означает, что ее не будет видеть никто, кроме вас. То есть это ваши собственные разработки, которые вы закрыли от других людей. Соответственно, если мы покупаем подписку Innovator, в этом случае у вас сто таких разработок. Дальше там идет расширение, например, если вы собираетесь разрабатывать в группе, у которой общий проект должен быть, и, соответственно, вы хотите общий доступ осуществлять, значит, соответственно, вы должны будете купить подписку Тима, или в случае, если у вас там 10 человек, например, и более, значит, соответственно, купить, например, подписку Enterprise, это будет дешевле, если из Тим набирать 10 человек. Понятно разница? Еще, значит, по поводу System Vision Cloud. Удобство работы в нем еще заключается в том, что вам не надо скачивать софт, вам не надо его инсталлировать, вам не надо его лицензировать, вам не надо даже рабочую станцию покупать под него, почему? Потому что в данном случае вы пользуетесь счетными ресурсами Ментра. То есть у вас просто удаленный терминал, в котором вы просто берете, запускаете аналоговое или там смешанное моделирование и смотрите его результаты у себя, а счет происходит там, и проект хранится там, в облаках. Понятно? Следующий вопрос – это извлечение паразитных параметров. Знаете, что SPA симулятора подразумевает идеальное соединение между компонентами. В реальности у нас идеальных соединений нет. То есть у каждого соединения есть дополнительно поразительные параметры, которые могут внести задержку в сигнал, добавить частотно-зависимые электрические эффекты, изменить производительность устройства, воздействовать на соседние сигналы. Соответственно, чем выше частоты, меньше размеры и больше смешанных сигналов, тем больше проблем у нас возникает из-за соединений, из-за взаимных влияний. Предыстория извлечения паразитных параметров. Но извлечение паразитов – это определение сопротивления, емкости и индуктивности соединений между компонентами. Паразитами их почему называют? Почему? Потому что это эффекты, которые нам не хотелось бы видеть, но они все равно присутствуют. Электрические соединения имеют паразитные эффекты. Паразиты вносят больше проблем на высоких частотах и в схемах чувствительных к состоянию постоянного тока. Извлечение паразитов – это стандартная практика в высокоскоростном цифровом анализе и разработке интегральных микросхем. Потому что у передающих линий есть задержка, импеданс, сопротивление и взаимосвязь между ними. Паразитные эффекты включают взаимосвязь между трассами, переходами и плей. При переключении сигнал передают нежелательный шум в близлежащие металлические структуры. И в определении шума взаимосвязи скорость переключения более важна, чем частота сигнала. Если кто-то не понял, о чем я сказал, представьте себе, у вас может сигнал быть невысокочастотным, то есть нечасто переключаться, но фронт его будет настолько крутой, что это будет проблемой. Он будет у вас раз в час переключаться и раз в час создавать проблему. Аналоговые и смешанные проекты становятся более быстродействующими. Соответственно, необходимость извлечения паразитов для моделирования возрастает. Процесс извлечения паразитов в экспедишн АМС, как он выглядит. Например, запускаем моделирование аналоговых, смешанных и мультифизических проектов в экспедишн АМС. При этом, например, используем поведенческие модели на языке ВИЧ-Дель АМС. Моделируем мы при этом ту же самую схему, что у нас пойдет в топологию. То есть не надо создавать отдельные схемы под моделирование, отдельные схемы под печатную плату. Далее, автоматически извлекаем модели соединений между всеми типами компонентов. При этом у нас существует два типа модели. Это модель RLC-C и параметры, и второй вариант – это S-параметры. После этого модели соединения незаметно встраиваются в моделирование. То есть они обратно аннотируются в нетлист, который идет дальше на моделирование. Вам не надо ничего делать. Вы просто нажали на кнопку «Экстракт» и получили уже на выходе моделирование с учетом всех этих задержек, которые там появились, и паразитных эффектов. Типичные приложения, которым нужно это, например, драйверы управления затвором мощных транзисторов с субнано-секундной скоростью фронта. Высокоскоростные аналоговые радиочастотные фильтры и усилители. Если мы анализируем наводку между цифровой и аналоговой или радиочастотной частью нашей схемы. Проект с преобразованием цифро-аналог. Соответственно, вот вам пример. Фильтр, высокочастотный фильтр нижних частот использует компоненты с номиналами диапазона пикфората и наногенри. Соответственно, паразитные значения лежат тоже в этом диапазоне. И, соответственно, они могут влиять на производительность. Соответственно, может измениться граничная частота. А на высоких частотах могут появиться дополнительные резонансы. Трассы в топологии вносят в соединение паразитную емкость и индуктивность. Перед вами как раз показана вверху эта схема, а это топология, о которой в данном случае идет речь. Что мы получаем в результате моделирования? Итак, из-за паразитных эффектов в топологии граничная частота у нас сдвинулась. Вместо 100 МГц мы получили 86 МГц. То есть зеленым показаны идеальные соединения, красным – это моделирование с учетом паразитов. Также изменяется производительность фильтра во временной области. То есть добавляется задержка и изменяется амплитуда отклика. Вывод. При разработке нужно учитывать паразитную емкость и индуктивность топологии печатной платы. Иначе то, что вы ожидали увидеть, вы не увидите в реальной топологии. Модель какая здесь может быть использована. Первый вариант – это 3D квазистатический решатель. Запускается, он автоматически запускается по умолчанию и извлекает значение RLC. Матриц в таблицах у нас показывают условия взаимной связи. То есть внизу как раз показаны эти таблички, в которых у нас есть индуктивность, емкость, сопротивление. Или второй вариант – вы запускаете гибридный или full wave решатель и извлекаете модель на S-параметрах. Еще одна проблема, которая здесь выявлена – это шум плейн. То есть иногда сигнал приходится проводить рядом с плейн питания или использовать плейн питания как опорный слой. Переходы также у нас прорезают плоскость плейна и принимают шум от питания и других сигнальных переходов. Плейн питания могут передать шум в чувствительный сигнал, такие как входы АЦП, чувствительные линии, входы усилителей. Ну и как пример, в данном случае мы взяли, подали сигнал амплитуды 1 вольт и фронтом 1 наносекунда в плейн. И в результате у нас на сигнальной цепи появилась наводка 24,7 милливольта через плейн питания. Другой пример – источник питания. Значит, это блок питания, у него есть управление затвором с быстрой скоростью переключения, есть цифровые аналоговые сигналы в одном регионе платы и есть эффекты переключения сильных токов. Опять же, спайс-моделирование обычно подразумевает идеальное поведение соединений, а извлечение паразитов позволит нам оценить реальное влияние топологии. И вот мы видим, что в результате моделирования у нас получилось. Опять же, зеленые – это нет паразитов, красные – паразиты включены. Ну и первый график, который мы вверху видим в данном случае, у нас получается так, что переключающийся цифровой сигнал фронтом 1 наносекунда, он зеленый, наводит 427 мВ шума в цепь обратной связи, красным показанным. Еще один график средний. На управлении затвором мощного мосфета дополнительный высокочастотный звон, красным показанным. То есть зеленым – это что должно было бы быть, красным – что получилось. Ну и на выходе мы имеем звон 270 МГц плюс дополнительные колебания, опять же, красным. Видите, что получилось, вместо того, чтобы получить зеленое. Ну и когда мы проектируем, нам надо сохранять душевное спокойствие. Это означает, что мы всегда должны отвечать на вопрос. А как узнать, насколько трассировка повлияла на наш проект? Почему? Потому что мы предполагаем одно, а после трассировки можем получить прямо противоположное, неработающее. Соответственно, если мы запускаем экспедишн АМС, то в нем извлечение паразитов автоматизировано. Поэтому очень легко учесть эти эффекты. При этом не нужно быть экспертом в моделировании, потому что обычно назначение портов и все настройки производятся автоматически. Результаты же скрытно встраиваются в спайснет-лист, и, соответственно, вы сразу же можете проводить моделирование с учетом паразитов. Вам не нужно обладать какими-то дополнительными знаниями для этого. Более подробно об извлечении. У нас есть три варианта извлечения моделей поведения. Значит, соответственно, необходимо основываться при выборе таких решателей на том, какая полотца пропускания у вас, а также какие необходимо учитывать эффекты. Поэтому у нас есть квазистатический фаст 3D-солвер. Он рассчитывает все значения RLC и наводки на постоянном токе и одной частоте. Это идеально для приложений на нижних частотах, где емкость и шум наводка беспокоят больше всего. Также есть FullWay 3D-солвер. Он у нас решает уравнение Максвелла в широкой полосе пропускания. Соответственно, получается модель в формате параметров рассеяния. Она аккуратно в широком диапазоне частот до частоты 40 ГГц является адекватной. И последний вариант, смешанный вариант, гибридный солвер. Он комбинирует одновременно две технологии 2D и 3D анализа для ускорения время моделирования. Это хорошо для регулярных структур передающих линий и наводок plane или трасс. И в данном случае предполагается режим распространения в трассах тем. В этом случае мы ускоряем сам процесс моделирования и получения результатов, при этом не теряем в точности практически. Ну и заключение. Паразитные эффекты реальны и могут существовать. Для многих проектов требуется добавление точности этого уровня. И экспедишн АМС может легко извлечь поразительные эффекты платы и незаметно встроить их в моделирование. Вопросы? Вопрос. System Vision Cloud. Он подразумевает, что мы в нем можем только схему нарисовать или также импортировать печатную плату? Нет, только схема. Моделирование схемы, да? Да. На основе Spice. И System Cloud. А, и потом в АМС уже посмотреть паразитные параметры. Спасибо. Егоров Васильев, АОНПП Радар ММС. Александр, скажите, пожалуйста, я несколько запутался. Функционал от Expedition АМС, он дополняет хиперлингс? Или это все, что в хиперлингсе есть, просто в АМС с немножко другим интерфейсом и настройкой? Вы имеете в виду хиперлингс аналог? Ну, в принципе, то есть… Нет, давайте так. Значит, у нас есть как бы линейка продуктов, которая называется хиперлингс. В хиперлингс раньше было хиперлингс аналог, хиперлингс DRC, хиперлингс SIPI и хиперлингс 3D-солвер, например. Ну, или 2D-солвер их называли. Вот видите, это 4 разных продукта. В данный момент теперь введено понятие Expedition АМС. Это то же самое, что раньше было System Vision, который заменяет собой хиперлингс аналог. То есть вместо хиперлингс аналог, который являлся чисто аналоговым моделировщиком, предлагается хиперлингс АМС. Ой, Expedition АМС. То есть это фактически замена хиперлингс аналог на Expedition АМС. При этом с точки зрения проектирования это то же самое. То есть из того же самого схемотехнического редактора такая же настройка на моделирование. Те же средства, в принципе, анализа и так далее. Просто более продвинутое счетное ядро используется. Здесь используется такое же счетное ядро, которое используется в проектировании топологии микросхем. А в проектировании топологии микросхем вы представляете, какие там объемы этих схем. То есть в данном случае аналоговое ядро рассчитано на то, что может моделировать несколько миллионов транзисторов. Может справиться с этим. Продолжение следует...